Здравствуйте! Нам нужно разложить на множители выражение 20у в квадрате v минус 10у в квадрате. Если в задании сказано разложить на множители такого рода двучлен, то это значит записать его в виде произведения одного или более членов. Посмотрим, что можно сделать. Во-первых, мы выясним, есть ли у этих членов общие множители. По сути, нам нужно найти наибольший общий делитель вот этих двух членов. Потом мы разделим каждый из них на этот делитель, то есть вынесем его за скобки. Сейчас вы все увидите и поймете. Давайте все делать постепенно, шаг за шагом. Как мы можем разложить на множители 20у в квадрате v? Итак, 20у в квадрате v мы можем записать как произведение. 20 – это 2 умножить на 2 и умножить на 5, правильно? 2 умножить на 10 равно 20. У в квадрате – это у умножить на у, и умножаем еще на 1v. Вот мы и записали 20у в квадрате v в виде произведения наименьших его составляющих, простых чисел у и v. Теперь то же самое проделаем для 10у в квадрате. Здесь мы ставим знак «минус», но сам член мы не будем основательно менять. 10, если мы разложим на простые множители, это то же самое, что и 2 умножить на 5. Затем идет одна ум, значит, умножить на у, умножить на v и умножить на v. Это v в квадрате. Умножаем еще на v и еще на v. А какой наибольший делитель этих двух членов? Давайте посмотрим. У обоих членов есть по одной двойке. Оба члена содержат в себе одну пятерку. Здесь 5 и здесь 5. У обоих одна у. Здесь одна и здесь одна. Хотя есть еще и вторая, но во втором члене у только одна. И у обоих членов есть по крайней мере одна v. Таким образом, наибольший общий делитель равен 2 умножить на 5 умножить на u и умножить на v. Теперь давайте вынесем за скобки наибольший общий множитель, делитель, и посмотрим, что получится. Итак, это будет 2 умножить на 5 умножить на u и умножить на v и умножить… Открываем скобку. Первоначальное выражение равно вот этому произведению умножить на что? Давайте разбираться. Если мы вынесем за скобки 2 умножить на 5 умножить на u и умножить на v, то все, что останется от первого члена, это 2 умножить на u. Вот 2, а вот u. Давайте запишем вот здесь. 2 умножить на u. А от второго члена останется в результате только v. Все остальные компоненты этого члена мы вынесли за скобки. Значит, здесь будет минус v. И обратите внимание, если мы 2, умноженное на 5, на u и на v умножаем на 2u, то в итоге мы получим первый член двучлена. А если мы 2, умноженное на 5, на u и на v умножим на эту v, то в результате получится второй член двучлена. Таким образом, эти выражения равны между собой. Мы разложили на множители наш двучлен. Теперь давайте немного упростим это выражение. 2 умножить на 5 умножить на u и умножить на v мы можем записать как 10uv. И далее мы умножаем, открываем скобки, на 2u-v. Вот и все. Мы справились с заданием. Мы разложили на множители этот двучлен. Я вот что еще хочу сказать. Мы очень подробно все расписали, но на самом деле этого всего делать не нужно. Можно поступить проще. Мы смотрим на 20 и 10. И наибольшее число, на которое делятся оба эти числа, это 10. 20 делится на 10 и 10 делится на 10. Также в каждом члене содержится по крайней мере одна u и одна v. Следовательно, мы выносим за скобки 10uv. И если мы разделим первый член на 10uv, то это будет 2u. А если мы разделим второй член на 10uv, то в итоге останется только v. Можно поступить и так. Давайте рассмотрим и такой способ решения. Итак, наибольший делитель, который делится и на первый член, и на второй, это 10uv. Записываем. 10uv. Открываем скобки. В скобках получаем 20u в квадрате v, деленное на 10uv, минус второй член, то есть 10uv в квадрате, деленное на 10uv. Это и это равнозначные выражения. Если мы умножим 10uv на двучлен в скобках, то в результате мы получим двучлен, который был у нас первоначальным. 10uv сократятся со знаменателями обоих членов, и останется только разность числителей. Теперь упростим это выражение. 20 разделить на 10 равно 2, u в квадрате разделить на u равно u, и v разделить на v равно 1. 10 разделить на 10 равно 1, u разделить на u равно 1, и v в квадрате разделить на v равно v в первой степени. В итоге остается 10uv умножить на 2u минус v. Как видите, в любом случае получается один и тот же ответ. На этом все. До скорых встреч!